приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и недостатки сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание нашему дорогому и любимому месту нашему дому нашей квартире где мы с вами проживаем их очень хочется чтобы в этом доме всегда было изобилие достаток благополучия но вы должны знать о том что к наш в наш дом осознанно неосознанно приходят люди которые нам завидуют а соответственно они приносят в наш дом негатив здесь очень важно выбрать тот день недели который вас будут защищать вам будут помогать и убирать вот этот негатив в виде зависти злости обиды и ненависти что это за за такой день и как правильно проводить практике в этот день далее все в этом видео давайте начнем с того что возможно вы замечали а если не замечали обратите на это особое внимание что ни с того ни сего в вашем доме начинаются ссоры скандалы постоянно появляется какая-то какое-то со стороны членов семьи какое-то недоброжелательное отношение появляются какие-то обиды ни с того ни сего конечно же кто-то скажет что это влияет полнолуние на кого-то сильно на кого-то новолуние но вы должны понимать это что ваш дом могут приходить разные люди кто-то доброжелателен к вам кто-то нет и вот здесь очень важно сознавать и понимать то что вне зависимости люди к вам добры или нет все таки нужно время от времени проводить очистку дома от негатива потому что во первых мы нам каждому из нас очень сложно защитить себя и общение с людьми кто нам завид кроме того мы с вами многие люди не умеют считать мысли других людей соответственно вы не можете знать все таки с какими настоящими мыслями помыслами пришел к вам человек а вы должны поймать о том что зависть злость ненависть других людей к вашему счастью к вашему дому могут стать серьезным препятствием о ваших личных отношениях ваших финансовых вопросах в работе в карьере потому что люди все таки они когда несут вам определенный негатив конечно когда один человек пришел к вам раз в полгода и вы проводите практики время от времени все эти правильно то скорее всего вы не прочувствуете на себе никакого влияния но если вы человек например публичный или любите что ваш дом 100 приходили гости сюда было весело интересно то все таки вам нужно время от время проводить практики по очистке вашего дома кроме того должны понимать что люди которые по отношению к вам испытывают враждебность и часто посещают ваш дом то с какой-то момент вам очень сложно защититься вот от этого деструктивного воздействия потому что она знаете постоянно подпитывает вас ваш дом членов семьи поэтому в первую очередь вам необходимо регулярно проводить очистку дома от накопившейся негативной энергетики обращаем ваше внимание что в любом случае вы всегда должны делать уборку генеральную уборку мыть окна не забывайте обязательно про шторы про свой туалет обязательно обращайте внимание на прихожую на коридор где вы встречаете своих гостей также проводите простую практику эту практику нужно делать в особый день каждого месяца это 19 лунный день и для проведения именно этой практики вам понадобится буквально немножечко святой воды в эту святую воду можете набирать на крещение а также всегда вы можете подойти в любую церковь вы можете подойти в храм в церковную лавку и купить священной воды также в основном во многих храмах есть даже место где вы можете и бесплатно набрать но все равно помните бесплатно лучше ничего не делать своей жизни и ничего не брать хотя бы одну копеечку но отдайте на благотворительность также возьмите церковную свечу кроме того заходя в церковь и купив святую водичку не забывайте купить не одну свечу церковно а сделать немножко больше про запас потому что и на церковная свеча имеет очень такой вот сильно энергетическое свойство на очень может хорошо очищать даже например когда вы чувствуете что вас вас тут обсуждает вы прямо горите вы видите что у вас лицо красное уши горят вы даже находясь дома можете зажечь свечу но именно церковную друзья и прочитать молитву отче наш и этого хотя бы будут достаточно после этого умыться также в для проведения очистки вашего дома понадобится сбор трав такие как полынь мелиса сухие лепестки роз смотрите если вы не собираете травы потому что травы нужно знать в какое время собирать и знахари об этом знает но опять же они живут именно при возле рядом с лесами где именно чистый воздух поэтому вы можете купить и в аптеке именно эти травы и обращаем ваше внимание что очистку от зависти от конфликтов всевозможных проводить нужно именно в 19 лунный день каждого месяца вы спросите а когда же это берете открываете лунный календарь в интернете много различных лунных календарей и выбираете смотрите когда вот 19 лунный день и проводите в этот день именно такую вот практику обязательно сначала сделайте уборку своего дома или квартиры чем лучше вы уберете тем лучше для вас то есть потому что многие знаете как убирает пылесос включили пропылесосили влажненькой трапочкой протерли и на этом закончилась уборка старайтесь обратить внимание на все углы вашем доме обращайте внимание на вещи которые находятся у вас доме потому что возможно нужно выбросить где-то лишние вещи где-то сломанные вещи где-то какие-то сломанные предметы также обращаем ваше внимание что когда вы будете делать уборку святую воду нужно смешать с обычной водой и обходя свой дом по часовой стрелке напомним от порога входной двери к порогу окропите все углы вот этой вот святой водичкой очень хорошая практика которая не даст никогда застаиваться энергии в углах и кроме того у вас всегда вот вы прямо будете чувствовать что вас энергия вашем доме достаточно созидательная после этого уже уже зажигайте церковную свечу и пройдите таким же способом все свои помещения в доме но желательно опять же останавливаться возле каждого угла и обращаем ваше внимание там где свеча будет трещать или коптить знаете здесь сконцентрировалась именно негативная энергетика и желательно поставить свечу в блюдце с солью и вот чтобы свеча в конце догорела до конца огарок свечи и использованную соль заверните в платок и оставьте дома на три дня и те места где вы обнаружили негатив необходимо дополнительно очистить для этого что вы можете сделать разотрите в равных частях полынь мелиссу лепесточки роз и положите по маленькой щепотки в те места где свеча издавал отрезк или она коптила и через три дня все это нужно убрать завернуть в платок и вместе с агартом свечи и остатком соли и вот этот сверточек нужно выбросить подальше от вашего дома желательно выбросить в том месте где никто не ходит а еще лучше если вы это закопаете подальше от чужих глаз и вот вот такой вот такая вот практика поможет вам устранить любой негатив из вашего дома и рассеять энергию зависти также пожалуйста друзья обращайте особое внимание зеркалам ваши доме нужно помнить что после визита к вам негативно настроена человека который принес к вам зависть сплетни какие-то разрушения обязательно необходимо принимать срочные меры особенно интенсивно особенно интенсивно отрезательную энергию именно накапливают зеркала тогда что он выберете возьмите взять возьмите святую водичку и протрите все зеркала вашем доме после того как у вас появился нежелательный гость и вот такое простое действие позволит вернуть человеку все его мысли и пожелания в адрес вашей семьи а также обращаем ваше внимание что если у вас в доме возникают частые конфликты вам стоит дополнительно гармонизировать свое пространство для этого в своей спальне используйте парные предметы разместим возле кровати две вазы например с широким дном и узким горлышком таким образом вы сможете сбалансировать свои отношения а два одинаковых блюда круглой формы поставлены в кухне помогут нейтрализовать ссоры на бытовой почве а вот ростки бамбука на подоконнике в нескольких комнатах позволят вам рассеять негатив и будут бороться с завистью окружающих очень важно что вы начали обращать внимание на знаки после того как ваш дом приходит тот или иной человек особенно если ваш дом приходят люди которые пришли к вам поплакаться посплетничать с какими-то плохими намерениями и вы сразу увидите наглядные изменения и очень важно не бойтесь ограждать себя от завистников и недоброжелателей потому что пока вы молчите пока вы боитесь это те люди несут к вам прямо с сумками вот эту зависть вот эту злость вот этот негатив и помните каждый месяц 19 лунный день проводите энергетическую чистку и вы увидите как ваша жизнь действительно сможет кардинально измениться ссоры прекратятся дела пойдут в гору а в семье будут царить гармония и спокойствие друзья простые действия которые помогут вам гармонизировать все ваши сферы друзья мы надеемся что наши советы наши рекомендации вам помогает жизни с вами как всегда был канал зато река для тебя обязательно подписывайтесь обязательно поделитесь этим видео друзья с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезной и важно прямо сейчас на экране друзья увидите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите там много ценные важной нужной и интересная для вас информации все к вам благ друзья услышимся с вами уже в следующем видео